При стыковке двух листов гипсокартона необходимо, чтобы все края были закреплены на металле. В случае с двуслойными перегородками или обшивкой стен, можно использовать обычную перемычку с лепестками. Она устанавливается вместо будущего соединения лицевого слоя. Устанавливается просто сверху на профиль, закрепляется шурупами и перекрывается первым слоем гипсокартона. Если перегородка или стенка обшивается в один слой, и еще есть вата, которая стремится отжать лист, то лучше использовать другой способ, более надежный, когда перемычка ставится изнутри стойки. То есть она имеет такой вот упор, и ее отжать нельзя. Этот способ более надежный. Еще один способ, который подходит для однослойной обшивки стен и потолков. То есть профиль CD вставляется в две короткие направляющие. В этом случае все находится в одной плоскости и ничего не выступает. Вот этот способ лучше для потолка, чем вот такой на лепестках, потому что здесь идет нахлест металла и еще шуруп сверху. В этом месте на стыке рейка будет качаться. Для потолков вот этот способ предпочтительнее. Можно использовать крабы заместо направляющих, но там слишком хлипкое соединение получается. Это надежнее. На примере потолка покажу, какие перемычки использовать нужно, какие можно и какие нельзя. Вот такой способ желательно использовать всегда. То есть при этом способе перемычка не выступает за плоскость профиля, и в этом месте не будет никакого перепада. Если перемычка с лепестками, как вот здесь, то их использовать можно, но рейка в этом месте уже будет немножко прыгать. Обратите внимание, что лепестки не доходят до середины профиля и уж точно не перекрывают друг друга. А вот такие перемычки не используйте никогда. Это тоже с лепестками, но они слишком длинные и соединяются внахлест друг с другом. В сочетании еще с шурупом сверху, особенно это касается шурупов с пресс-шайбой, получается просто гигантский маяк на гипсокартоне. Такой способ соединения нельзя использовать ни в коем случае.